С Рождеством Христовым Продолжаются святки. Эти послерождественские дни издревле так называли, указывая, что само веселье в этот период должно быть свято. Церковь вкладывает в наши уста короткую песню про славление родившегося Христа, песню, которая радует сердце и возносит Дух. Христос рождается, славим Его. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Служение предстоятеля на праздник Рождества Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную Литургию в Храме Христа Спасителя. Праздник Рождества. Торжественное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Дары волхвов. В Москве встретили реликвию, связанную с земной жизнью Спасителя. Рождественская елка. Святейший Патриарх Московской в Северусе Кирилл посетил детский праздник. Шедевры древнерусского искусства, иконы из коллекции Российского музея имени Андрея Рублева представлены в Киеве. Народное пение. Калятки в Киево-Печерской Лавре. Рождественские святки. В гостях у архиепископа Забаровского и Мелитопольского Луки. 7 января на праздник Рождества Христова предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московской в Северусе Кирилл, совершил Божественную Литургию в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя. Рождественское Богослужение. Утреннюю и Божественную Литургию. За богослужениями его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви, насельники Афонской обители Святого Павла, Священном Сане, клирики Храма Христа Спасителя и духовенство Москвы. Рождественское послание святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла к архипастырем-пастырем и всем верным чадам Русской Православной Церкви огласил протеерей Михаил Рязанцев. Среди молящихся за ночным богослужением был глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев с супругой. В алтаре Храма Христа Спасителя предстоятель Русской Церкви и глава правительства Российской Федерации обменялись памятными подарками. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом. Явленная роду человеческому божественная сила через рождение Господа Иисуса в Вифлеемской пещере Пусть поддерживает каждого из нас в нашей жизни, в наших мыслях, в наших делах, в наших намерениях, во всем том, что составляет действие человека в окружающем его мире. Пусть эта божественная сила помогает нам формировать свой внутренний духовный мир. Пусть Господь, родившийся в Вифлеемской пещере, прикоснется к каждому из нас силой своей благодати, дабы мы могли обрести радость и мир в этой жизни и спасение в жизни вечной. Аминь. С праздником поздравляю вас, мои дорогие! Рождество Христово – особый праздник, и служба в этот день особая. В главном храме Киево-Печерской Лавры, как и обычно, на большие праздники собралось множество верующих. О Божественной Литургии в Успенском Соборе наш следующий сюжет. На праздник Рождества Христова над украинской столицей сияло солнце. Воистину великому событию, рождению Божьего Сына, радовались небо и земля. Торжественная Божественная Литургия в сердце Украинского Православия в Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры объединила в единой молитве и Собор Духовенства, и множество мирян, и представителей светской власти. На праздничное богослужение в Лавру в тот день прибыли президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и председатель парламента Владимир Рыбак. Краеугольный камень Рождественской Литургии «Новорожденный Господь». Об этом свидетельствовали многочисленные торжественные песнопения по случаю праздника и чтения соответствующих разделов из Евангелия. Во время богослужения упоминались события более как двухтысячелетней давности – вхождение Божьего Сына в этот мир. А еще удивительное путешествие трех волхвов, торопившихся увидеть новорожденного Иисуса, и дары, которые они несли Богомладенцу – именно к ним восходит традиция обмениваться рождественскими подарками с родными. В храме царила праздничная возвышенная атмосфера, а проникнуться духовным содержанием праздника помогло всем слово управляющего делами Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Великую радость возвещает сегодня Ангел. И эта радость не для одного человека, не для одной семьи, и даже не для одного народа, одной нации, а для всех людей, живших, живущих и будущих жить на этой земле. Кто не закрывает свои духовные очи, чтобы эту радость увидеть? Кто не озлобит своего сердца, чтобы ее ощутить и принять? Наверное, каждый, кто побывал в тот день в лавре и принял участие в торжественном богослужении, почувствовал себя гостем новорожденного Господа. И так же, как волхвы, которые несли Ему в дар золото, ладан и смирну, каждый старался подарить в день рождения Иисусу свое искреннее и любящее сердце. В ночь с 6 на 7 января перед началом праздничного богослужения в Храме Христа Спасителя предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл встретил ковчег с дарами волхвов. В Москве священная реликвия будет находиться в Храме Христа Спасителя с 7 по 13 января. В ночь с 6 на 7 января в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя перед началом богослужения святейший патриарх Московской Евсея Руси Кирилл обратился к пастве с кратким словом. Патриарх говорил о значении праздника Рождества Христова для всего человечества и о принесении в пределы Русской Православной Церкви даров волхвов, одной из немногих реликвий, связанных с земной жизнью Спасителя. Сегодняшнее наше богослужение в этом соборном храме сопровождается молитвой предвеличайшей общехристианской святыней. По нашей просьбе, впервые за всю историю эта святыня приносится в Россию. И верим, что по нашим молитвам от этой святыни, исполненной благодатью Божией, будет подано то, о чем мы с глубокой верой и надеждой и спросим Господа. Аминь. Затем у западных ворот Храма Христа Спасителя предстоятель Русской Православной Церкви и иерархии духовенства встретили ковчег с дарами волхвов. Священная реликвия, которая с 15 века хранится в монастыре Святого Павла на Афоне, была доставлена в Москву чартерным авиарейсом из города Салоники. Из аэропорта Внуково в Храм Христа Спасителя святыню привезли настоятель монастыря Святого Павла архимандрит Парфений Мурелатес и насильники обители. Святейший патриарх Кирилл принял святыню и под пение тропаря Рождеству Христову, прошел на средину храма и поставил ковчег с дарами волхвов на уготованном месте. Все присутствующие в храме смогли приложиться к афонской святыне дарам волхвов. Далее о традиционной праздничной процессе в Вифлееме и об открытии выставки византийского искусства в Вашингтоне. В эфире международные новости. Рождение Господа и Спасителя Иисуса Христа с великой радостью встретили во всех православных монастыях и храмах на Святой Земле. В день Рождества Христова в городе, где родился Христос в Вифлееме, прошло традиционное праздничное шествие. Праздничным шествием прошли отряды скаутов из православных арабских школ Вифлеема, затем процессия священников Иерусалимской Патриархии последовала в базилику Рождества Христова. Богослужение возглавил предстоятель Иерусалимской Церкви, блаженнейший патриарх Феофил III. Рождественские шествия также состоялись 7 января во всех городах Грузии. Самым массовым мероприятием было в Тбилиси. Главными участниками процессии были дети, одеты в белой одежде с крестами. Они песнопениями оповещали о рождении Христа. Основной целью шествия является благотворительность. Каждый желающий складывает на проезжающие повозки свои подношения, которые затем раздавали детским домам, приютам для престарелых, больницам и нуждающимся. В национальной галерее США открылась выставка «Небо и земля. Образцы искусства Византии из греческих коллекций». На ней представлены византийские иконы, фрески, мозаики, манускрипты, монеты и другие предметы искусства и быта. Около 170 экспонатов от IV до XV веков охватывают почти все эпохи истории Византийской империи. Это первая в Национальной галерее США экспозиция, посвященная византийскому искусству. По мнению организаторов выставки, она поможет американцам ближе познакомиться с богатой и многогранной культурой Византии, ставшей своеобразным синтезом эллинизма и христианства. Число христиан в мире за сто лет увеличилось почти в четыре раза. К такому выводу пришел Американский Центр по изучению религиозной и общественной жизни. Вместо 600 миллионов в начале прошлого века, сегодня их количество составляет 2 миллиарда 200 миллионов человек. Наибольший рост христиан наблюдался в Азии и Латинской Америке. Если в 1910 году две трети христиан жили в Европе, то в настоящее время европейские последователи Христа составляют лишь четверть своих единоверцев во всем мире. Далее в программе вы увидите. Рождественская елка. Святейший патриарх Московской и всея Руси Кирилл посетил детский праздник. Шедевры древнерусского искусства. Иконы из коллекции Российского музея имени Андрея Рублева представили в Киеве. Народное пение. Калятки в Киево-Печерской лавре. Рождественские святки. В гостях у архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки. 8 января святейший патриарх Кирилл посетил детскую рождественскую елку в Государственном Кремлевском дворце, которое ежегодно совместно с Федерацией профсоюзов устраивает Московская патриархия. Ярчайшие моменты детского праздника видели наши корреспонденты. 8 января после богослужения в Успенском соборе Кремля святейший патриарх Кирилл посетил детскую рождественскую елку. В холле Кремлевского дворца святейшего владыку приветствовали воспитанники детского дома и дети из многодетных семей. Ваше святейшество, мы приготовили вам подарок. Хотели подарить ласточку, но ласточки зимой улетают от нас. Зато по елкам скачут веселые белки. Мы хотим подарить вам одну белку. Она будет челкать вам орешки, а может быть даже споет песенку. Спасибо большое. Замечательная белочка с празднеством. Спасибо большое. Ну, я ее заберу с собой обязательно. Патриарха Кирилла умилили искренние детские приветствия. Замечательное приветствие. Я очень тронул. Вы прекрасные слова сказали. Вы сказали их от сердца. Вы очень хорошо все спели. И со своей стороны я всем вам хотел бы пожелать, во-первых, чтобы Господь давал вам сил, всегда хорошего настроения, любви тех людей, которые вас окружают. И чтобы вы росли умными, здоровыми и добрыми. Потому что доброта – это самое главное качество человека. Затем святейший патриарх Кирилл пообщался с девятилетней девочкой Милой Щелоковой. Ребенок живет в детском доме с рождения. И вот какое письмо девочка прислала предстоятелю церкви. Скоро уже праздник Рождества, и всегда дарят подарки. А я хочу не подарок. Я хочу попросить вас. Помолитесь, пожалуйста, чтобы и у меня появилась мама, только хорошая, чтобы взяла меня к себе домой. Вы же патриарх, и Бог слышит ваши молитвы. Святейший патриарх вместе с Милой Щелоковой прошел в зрительный зал. После музыкальной рождественской прелюдии предстоятель поднялся на сцену, где патриарха приветствовали участники представления, которые подарили его святейшеству – живого ягненка. Предстоятель обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова, особенно детей, которые в таком множестве собрались в этом Кремлевском дворце. Я бы всем вам хотел пожелать, конечно, здоровья и успехов вашей учебы, чтобы вы становились умными, образованными, способными в непростых условиях современности трудиться на благо своего Отечества, на благо Церкви, на благо своей семьи, своих родных и близких, на свое собственное благо. Но, может, в первую очередь я всем хотел бы вам пожелать становиться, стать добрыми, потому что доброта – это и есть синоним счастья, к которому люди так стремятся. С праздником Рождества Христова! Поздравляю вас! Затем зрители увидели рождественскую сказку. По окончании представления, каждый из юных гостей праздника получил подарок. Рождествен, радуйся! Ой, радуйся, земли, сын Божий, народился! В доме митрополита, который входит в архитектурный комплекс Софии Киевской, раньше было множество икон, ведь там жили архиереи. Символично, что сюда снова возвращаются образа, пусть и ненадолго. Иконы 15-16 веков из коллекции Российского музея имени Андрея Рублева впервые представлены в столице. Они давно уже стали хрестоматейными, и их увидишь в каждом православном храме и в домах верующих. Но все же эти шедевры древнерусского искусства восхищают. Русские иконы, на жаль, наш зритель сейчас не видит в таком множестве. Русская икона существенно отличается от нашей иконописи. Период, который представлен на выставке, это 15-17 век. В Украине икон данного периода фактически нет. Поэтому для нас это очень интересно. В экспозицию вошло 30 уникальных икон. В Украине их показывают впервые. Раритеты привезены из Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, что на территории Спаса Андроникова монастыря, одного из древнейших в Москве. Каждая икона по-своему интересна. Здесь представлены различные региональные школы России, различные мастера. Например, Святой Георгий с житием – это московская школа. Святая Пороскева – это новгородская школа. Спас в силах – это великий устьюг север России. Долгое время музей имени Андрея Рублева был единственным в Советском Союзе, посвященный религиозному искусству 11-го начала 18-го столетий. Сейчас в фондовых коллекциях в музеях «Большое собрание старины» более 80 тысяч экспонатов, собранных во время многочисленных экспедиций и приобретенных у частных лиц. Экспозиция проходит в выставочных залах памятника архитектуры «Дом митрополита» до марта 2014 года. Незабываемую атмосферу праздника Рождества Христова тяжело представить без рождественских колядок. Их поют церковные хоры, светские коллективы, взрослые дети. С двумя коллективами, которые колядовали в Лавре, познакомились и наши корреспонденты. На Лаврских холмах коляда – разнообразие колядок и голосов. Колядки популярные и малоизвестные, голоса детские и взрослые. Это звучная пятерка артисты национальной капеллы «Думка». К тому же они поют в различных храмах Киева. Их колядки и щедровки отличаются современными обработками ныне действующих армейстеров и аранжировщиков. Рождественское пение этой звучной пятерки зачаровало Европу. Во Франции Александру подарили эти колокольчики. Я с детства занимаюсь музыкой, и мой отец владеет многими музыкальными инструментами. Мне это передалось от него. И мне также очень нравится коллекционировать. Колокольчики, свирели, различные ударные инструменты. С каждой стороны привожу себе инструменты. Этот колокольчик мне подарили на гастролях во Франции. После концерта ко мне подошел человек и подарил. А в Голландии были удивлены, когда узнали, что известный на весь мир Щедрик написал украинский композитор. Когда мы пели Леонтовича Щедрик, люди узнавали и говорили, да, мы знаем это произведение. Мы стали рассказывать, что это наш украинский композитор, что именно эта колядка посвящена такому великому празднику, как Рождество Христово. Самой младшей группе детского коллектива «Забава» всемирно известный Щедрик Леонтовича еще трудноват для вокала. Известную рождественскую мелодию готовы спеть только старшая во главе с руководительницей и вдохновительницей Дарья Кириченко. Бог народися! Калядовать в Киево-Печерской лавре многолетняя традиция детской вокальной студии «Забава». Мое знакомство с лаврой произошло непосредственно от, если можно так сказать, храма «Живоносный источник», в котором я начала петь в 98-м году. Сейчас уже дату точно вспомнила. Долгое время и, собственно говоря, эта традиция калядовать, ходить по лавре и поздравлять всех калядников началась именно оттуда, истоки идут оттуда, с храма «Живоносный источник». Четырехлетняя Вероника с ангельскими крылышками – самая маленькая в этом певческом коллективе. Добрый вечер, люди, ваши теплые хаты, чтобы были вы завжди щедрые и богатые. Харитство Христове вас благословляет, Бог себя рождает. Песня «Живоносный источник» Песня «Живоносный источник» В прошлой программе мы рассказывали вам, как готовилась к Рождеству Христову большая и дружная семья киевского священника. Но не у всех священников есть собственные семьи. Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука стал монахом более 10 лет назад. Конечно, своих детей нет, но, уверяет, рождественские святки для него действительно семейный праздник. В гостях у батюшки побывали наши корреспонденты. Волшебная елка. Вокруг нее компания детей и батюшка. Он сидит рядом, на коленях держит маленького мальчика. В глазах священника радость. Радуется этой детской суетой и смеху. Говорит, все детишки его крестники. Съезжаются к нему в гости на рождественские праздники. Для монаха семья – это те, кто его окружает. Монаха, производное слово «монах» – это «мона» – «один». И я один, у меня нет моей семьи по плоти, но у меня есть духовная семья, и это те люди, которые меня окружают. С кем мне приходится молиться, с кем мне приходится, так скажем, разделять свой быт. Но это не вся семья. У архиепископа Луки аж 12 крестников, и он готов вместе с ними играться, наблюдать за смешной шиншиллой. Кстати, этот грызун – домашнее животное владыки Луки. Не зря нам Христос сказал, будьте как дети. И неважно, в каком мы возрасте, мы должны хотя бы в эти рождественские праздники, в дни, когда приезжают близкие, мне хочется тоже с ними поговорить, детьми. А это Артем, отец части неугомонных крестников и двоюродный брат батюшки. Мужчина рассказывает, вместе с Андреем, именно так когда-то звали владыку Луку, и армию прошли, и на врачей выучились. Сейчас Артем работает врачом, говорит, к священническому сану брата привыкни сразу, но сейчас без его советов ни шагу. Трудный, всегда обращаюсь к владыке за помощью, духовной помощью. И в жизни я понял, что без бласовения, духовного делать ничего нельзя, потому что любое деяние без бласовения заканчивается всегда неудачей. И поэтому всегда, как владыка скажет, так и стараюсь выполнять его бласовение. Пока семья собирается за большим столом, батюшка поднимается по лестнице. На втором этаже его дома есть особое, любимое место. Это кабинет епископа. Здесь старинные шкафы с книжками и десятки-десятки икон. Вот этот образ Георгия Победоносца – дар грузинского патриарха Ильи. Каждая икона связана с каким-то важным и дорогим для меня событием в моей жизни, в жизни нашей церкви. Поэтому, как бы, вспоминая или взирая на икону, я вспоминаю о человеке, вспоминаю об этом событии. Через несколько минут батюшка спешит к своей семье. Говорит, детишки уже подарков заждались. На сегодня все. На следующей неделе, во вторник, 14 января, «Обрезание Господне». В тот же день, 14 января, чтим память святителя Василия Великого, архиепископа Кисареи Каппадокийской. 17 января – собор семидесяти апостолов. А в воскресенье, 19 января, Православная Церковь празднует Крещение Господне. До новых встреч! Христос рождается! Славим Его! Христос рождается! 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 А сын Божий народился. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.